итак ребята мы в эфире плюсуйте хорошо ли нас слышно видно ребята ждем ваши плюсики и мы начинаем привет всем привет итак ребята мы вас приветствуем на нашем двухнедельном курсе modeling basic который у нас в рамках большого зимнего курса май и винтер сегодня начнется наши две открытые недели за которые мы с вами пройдем основы моделинга узнаем инструментарии программы автодеск мая научимся моделировать узнаем все особенности тонкости вижу вижу плюсики вижу супер вот за эти две недели у вас будут практические задания и самые активные ребята которые будут отмечать нас в инстаграме получат плюшки от 3d мая поэтому ждем ход выполнения ваших работ вот сегодня мы начнем с концепт-арта с вами будет сергей ярошенко который расскажет о том что это такое узнает зачем расскажет о чем зачем вам нужны вообще концепт-арт что это такое зачем вам нужны референсы и в общем будет очень интересно и познавательно вот все подробности ссылочки на линке лекции задания у вас в трэлла подробнее трэлла мы расскажем на перерыве поэтому кто еще до него не добрался или чего-то не понимает мы обо всем поговорим вот если есть какие-то вопросы пишите мне telegram или на почту все контакты внизу в описании лекции хорошей вам трансляции хорошего занятия хорошего вечера поехали так всем привет спасибо большое валерий за вступление за приветствие теперь поприветствую вас еще я тоже спрошу нормально меня слышно меня зовут сергей ярошенко как уже сказали и сегодня я с вами проведу надеюсь интересные увлекательные два часа вот и парень до парня меня можно назвать с натяжкой я уже почти старичок два слова скажу о себе я концепт художник на данный момент я работаю не так давно студии plarium до этого поработал много где в разных студиях которые работали и над анимационными проектами и над игровыми и всякую графику на аутсорс сделали да вижу большой активность чате все горят привет в общем рад что хорошо слышно и технических нет никаких проблем это уже большой плюс да помимо того что меня слышно должно быть видно столько меня сколько то что я буду сегодня показывать вот я пишу вам всем большой привет вот и сегодня старт значит обучение наша лекция водная да то есть она будет такая больше ознакомительная но я постараюсь все-таки чтобы она была и полезной как я уже сказал да я работаю концерт художником но я работал и просто художником иллюстратором и поэтому мне рассказывая удобнее рисовать сразу по ходу вот поэтому сегодня я буду по ходу рассказывать ну и показывать тоже разные картиночки видно читабельно ну то что я справился с таким текстом это уже большой плюс значит коротко еще о плане нашим как я скажу два часа у нас с вами мы сделаем наверное в середине небольшой перерыв минут пять-десять также можно оставить время для вопросов ответов где-то можно в конце первого часа и в конце второго обычно так минут по пять то есть сейчас 1905 где-то в девятнадцать сорок пять если назреет вопросы можно их отвечать я на них поотвечаю поэтому сейчас лучше много вопросов задавать потому что аудитория большая людей много и это может просто превратиться стрим вопросов ответов вот все организационные вопросы вы можете сразу адресовать куратором но и куратору валерии вот будет ли запись запись должна быть то есть все вопросы по поводу там графика оплаты трейл сайта там раз ну в общем лекции так далее так далее так далее вы можете сразу обращать к кураторам вот и собственно я вижу что они уже начали отвечать и так наша же тема сегодня это не только концепт-арт заявлено она как целом у нас что такое сиджи потому что на курсе могут быть люди как имеющий какой-то опыт в индустрии так и совершенно новички да и поэтому два слова скажем вообще таких основах основ и а терминах и о том что такое pipeline все джи и потом уже о том в двух словах что такое концепт-арт и как работать с референсом то с чего начинается в общем то очень ну как бы многое точнее тут многие виды работ начинаются с этого и так сиджи если кто не знает сиджи у нас это компьютерная графика если расшифровать да которая у нас делится на если очень так грубо разделить по блокам это 2d и 3d хотя для нас она вся по сути 2d потому что мы ее видим на экране но правда собрать и vr сюда по там уже получается более полноценная 3d вот 2d и 3d графика она у нас в первую очередь заключается в том что мы 2d графику создаем в двух координатах то есть как я сейчас рисую для вас ты примитивную схемку да есть то стик со стиме и если захочу делать иллюзию глубины то я эту глубину вынужден буду рисовать как бы обманывать собственно и ваше зрение и соответственно у нас есть 3d собственно то чему вы пришли сюда учиться где у нас есть три координаты где уже вам не приходится имитировать трехмерное пространство это делает за вас программа то есть софт в частности маги от ну и также масса других пакетов вот это одно из принципиальных отличий по тому как графика создается выглядеть она может по в финальном как бы видео на самом деле может не отличаться друг от друга то есть можно нарисовать очень качественно 2d которая будет выглядеть как фотография да можно там сделать 3d который можно стерилизовать код 2d это именно принципиальные вещи по технологическому такому моменту также можно разделить мир сиджи на то в каких сферах он используется да то есть в целом если говорить о так да там где-то в чате общение я буду посматривать но если что-то будет супер срочное важно буду отвечать если это просто вопрос то тогда я говорю мы для этого оставим время также у нас есть сферы индустрии которых сиджи применяется и понятно дело в первую очередь всплывают такие очевидные вещи как игры до кино анимация но на самом деле сюда же входит и практически если взять шире то есть же это любой visual все что мы можем увидеть если это не прямое прямая съемка действительности то есть не съемки на камеру там кинокамерой да и не фотография соответственно любая графика в соцсетях в рекламе то есть все что можно визуализировать и визуализируется с помощью программ на компьютере это все сиджи поэтому на самом деле это сфера сейчас очень всеобъемлющая и сиджи используется везде в науке то есть 3d моделирование да в науке в рекламе я не буду прям все все писать но сфера применения любая инженерная деятельность то есть промышленность промышленность наука медицина во всех этих сферах на самом деле очень активно используется компьютерная графика потому что прогресс не стоит на месте и как вы знаете существует такая вещь как 3d печать существует ты что в чем ключевая вещь компьютерной графики она может помочь как бы воссоздать то чего нет либо придумать что-то новое вот да либо воссоздать то что было раньше например там в археологии то есть практически у нас есть инструмент с помощью которого мы можем формировать новую реальность вот поэтому можно сказать что сиджи в принципе применяется практически везде ну кроме тех вещей где она там не нужно допустим классическая живопись на как правило это какие-то законсервированные виды деятельности из прошлого да то есть там различные виды там ремесла и так далее так далее но если мы возьмем любую сферу деятельности которая продолжает развиваться там будь то строительство будто автопром будто пошив одежды да то есть везде используется компьютерная графика вот это как бы первый такой пункт первый point который хотелось бы он казалось бы очень просто очевиден да но на самом деле существует до сих пор такие стереотипы что например художник но это такая профессия такой человек в шарфе до который там учет стоит на набережной перед мольбер там рисует вот то есть далеко не для всех даже вот эти вот пункты являются очевидными что там реклама анимация кино все то что мы видим там ежедневно в смартфонах на компьютерах на ютюбе в телевизоре что все это создается в той или иной степени художник много ли еще будто воды но смотрите я хочу могу сразу перескочить каким-то вещам очень 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 специфическим да но тут тогда может быть другой вопрос что люди будут просить объясните значение того или иного термина поэтому если вы все это уже знаете здорово но это первая вводная лекция до должен еще бедный вот эти стереотипы они на самом деле почему я об этом рассказываю и почему я рассказываю так подробно потому что даже когда уже люди умеющие рисовать очень часто сталкиваться с проблемой что не у всех очевидно не для всех очевидно связь что эта профессия которой можно будет зарабатывать деньги и зарабатывать абсолютно разных сферах вот это не для всех очевидно это не для всех очевидно потому что у нас в вузах этому не учат и у многих остаются вот эти стереотипы из прошлого вот окей если это всем все понятно это прекрасно и дальше мы перейдем вот какой теме к первым пункту нашего плана это pipeline возможно это слово тоже все мы знакомы тогда это супер здорово ну я узнал это слово проработав уже лет десять в индустрии вот поэтому я все-таки хорошо расшифрую немного pipeline на самом деле не что иное как порядок выполнения производственных есть да то есть это то как строится ваша работа это воплощенный план действий вот собственно что такое pipeline и здесь у нас есть у любого проекта который связан все джи свой pipeline мы сейчас возьмем для сравнения видео такой вот линеечки например анимацию анимация дропки но потому что там очень похоже pipeline и грань на самом деле сейчас также немножко размыта да то есть где заканчивается мультфильм начинается фильм иногда сказать сложно потому что огромное количество си джи графики используется часто там только какие-то крупные планы снимают актеры и там если брать по хронометражу то большая часть фильма может быть именно компьютерной графикой вот первый у нас будет эта анимация как такая очень обширная часть индустрии которая работает много художников которую многие хотят попасть здесь я сейчас не буду там ранжировать потому там это сериалы это там детские мультики это взрослые фильмы и так далее ключевое здесь то что у нас финальным продуктом является некий готовый видеоряд это может быть даже короткометражка или рекламный ролик и возьмем игровую индустрию то опять же куда многие стремятся хотят попасть и на самом деле попадают и опять же это очень большая индустрия которая продолжает развиваться до который имеет массу сегментов так вот в начале любого вообще здесь я бы хотел поговорить два слова о том опять же не для всех это очевидно что создание вот такого продукта финального да вот тут у нас где-то будет создание финального продукта если брать весь 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 pipeline то есть весь процесс создания от задумки до его финализации почему я нарисовал конец на самом конце сейчас объясню здесь тоже у нас это как бы релиз готовой продукции в начале у нас всегда идет этап скажем идеи поиска идеи то есть вообще тот этап где еще никакой графики нет когда идея рождается когда рождается в виде мысли потом виде текста то есть это та часть которая невероятно важно потому что если на этом этапе создана какая-то ошибка если плохо подумали над сценарием фильма и дальше его воплощать то ошибки которые были здесь вот если закралась сразу ошибка например там сразу плохо прописан герой да он скучно и у него нет там не знаю куда развития в течение истории либо он не очевиден либо просто там сценарии не работает логика либо и сценарий скучно то эта ошибка будет дальше множиться на всех дальнейших этапах вот есть фильм может быть отличной графикой с хорошими актерами но эта ошибка будет перекочевывать во все дальнейшие стадии в результате она будет здесь вот и аналогичная история в принципе есть и в играх в играх в зависимости от жанра это может быть не обязательно сюжет это может быть просто жанр игры да но тем не менее всегда в начале перед работой над вижу валом над графикой очень хорошо должен быть прописан текст опять же казалось бы это прописные истины да то есть ну то есть в принципе это понятно да это логично но на практике оказывается так что не всегда это понятно а на самом деле очень редко когда вот так вот идет в pipeline нормально когда люди шаг за шагом развивают свою идею и дальше тут если выделить опять же такими шаблонами это будет пред продакшен стадия стадия как бы придумывание обдумывание сейчас сюда не беру всякие продюсерские маркетинговые вещи той что на самом деле которые очень важны до что для реализации продукта нужны финансы их нужно искать да то есть нужно определять бизнес модель то есть это спонсорские деньги да или это краудфандинг когда нужно искать деньги либо нужно закладывать что ваш продукт должен окупаться внутри продукта то есть встроенная реклама это на самом деле очень важные вещи которые влияют на игру на анимацию на рекламу и так далее но ну точнее реклама она есть как бы продукт который продвигает другой продукт вот мы сейчас говорим скорее именно о pipeline создание визуальной части так вот это пред продакшен то есть что входит в анимации и в кино перед продакшен от поиск актеров или как раз таки тот самый концепт-арт которым в частности занимаюсь я то есть это поиск идеи до того как мы начали непосредственно продакшен непосредственное создание контента то есть до того как аниматоры начали анимировать там 3d моделлер и начали уже моделить тех персонажи которые пойдут в игру или пойдут в видеоролик да то есть до непосредственного работы людей то есть это тоже часть работы как на которой на этом этапе нужно все продумать в идеале и почему я об этом рассказываю потому что на самом деле сплошь и рядом этого не делается сплошь и рядом появляются проблемы такие как сроки такие как заказчик который понятия не имеет вообще ни о чем вот этом то есть просто которому нужно за две недели сделать там классный ролик на две минуты 3d и он как бы вот ну ну он не знает как это делается для него это просто картинка то есть но тем не менее именно этот человек платит деньги и можно по пальцам пересчитать когда именно вот так вот пошагово люди делают продумывая все 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 очень часто подход такой ну давай нарисуй что-нибудь если нам понравится мы будем делать дальше а потом оказывается что нужно вернуться вот отсюда вот сюда и там нужно было подумать очень хорошо поэтому сюда же дальше входит после визуализации идеи точнее ну ее формализации да когда уже у нас есть идея текстовый сценарий опять же в зависимости от того это у нас большой фильм или короткометражка или просто рекламный ролик да но здесь в любом случае вначале идет этап скрипта точнее это вылетело слово буквально описание на страницу 200 уже это потом скрипт или сценарий когда прописывается каждое конкретное действие опять же для тех кто не работал допустим в анимационном продакшене это не всегда очевидно что в начале перед тем как рисовать дальнейший этап какие-то скетчи и это зарисовки это обсуждается проговаривается и прописывается что в данной сцене на третьей секунды персонаж там входит в комнату открывает дверь смотрит налево смотрит на право то есть это должно быть прописано так чтобы художник который например приступать к следующему этапу storyboard ну здесь он уже будет в этапе дальнейшем продакшен здесь storyboard сейчас я покажу возможно кому-то стали уже стало скучно смотреть на мой не супер красивую схему но я объясню почему я так решил рисовать по ходу рассказывая потому что по опыту так наглядней людям запоминается что если я сразу скачаю из интернета или где-то возьму готовую схему где все-все-все нарисовано то люди там посмотрят на нее две минуты и скажут что им уже скучно не интересно так вот сейчас я покажу конкретно как такие вещи выглядят то есть здесь на этапе предпродакшена после текста диалогов прописанных рисуются скетчи персонажей скетча локации это тот самый концепт-арт вот и для того чтобы было видно и можно было утвердить как будут выглядеть те или иные герои это утверждается с заказчиком то есть и на всех вот этих этапах на самом деле возникает огромное количество проблем и очень часто об этом люди не погруженные в индустрию даже не подозревают вот то есть какое количество работы проделывается да она как бы не это та работа которая и при грамотном ее исполнении просто уходит как бы в архив да и и и и не видно на финальном экране напрямую она присутствует на экране уже в виде дальнейших итераций действий вот и так для примера чтобы уже не утомлять вас такой скучной схемой я не стал все скачивать прямо из интернета я допустим могу просто зайти на сайт почему опять же я так делаю потому что я вам всем тоже советую например ознакомиться с этим сайтом в частности для как раз таки иллюстрирования внутренней кухни в классической анимации очень подходит сайт называется living lines library как бы библиотека оживших линий если мой мой английский не так хорош но позволит это перевести здесь вот есть вкладочка production art и здесь можем посмотреть собственно на те самые тот самый этап который еще идет до анимации в анимации прошу прощения за тартологии например можно взять какой-нибудь мультфильм довольно известный трехмерный и посмотреть какое количество работы было проделана опять же важно понимать что вот это это уже очень хорошие проработанные концепты ну это скетч но им предшествовали еще я уверен десятки если не сотни более черновых графтовых таких скетчей которые там художник рисуют удаляет утверждает переутверждает там сар директором то есть и несмотря на то что мультфильм трехмерный но очень часто поиск персонажа ведется именно 2d художниками то есть никто сходу и собственно почему эта лекция у вас есть помимо того что он просто водная об индустрии что вот так вот сходу по щелчку пальца начать делать 3d так как правило делают либо те художники у которых очень большой опыт за плечами либо те художники которые сами рисующие и постепенно перешли в 3d и как бы они проходят этот эту часть работы уже своей голове до либо новички которые не совсем понимают что сходу так брать и моделить без какого-то background и без каких-то поиска пусть даже из картинок некоторые вы нарисовали да то есть без концепта без research так делать не стоит то есть и вот вы можете посмотреть например это скетч и на пластику движения казалось бы да там вот есть они аниматоры есть там анимационные программы тоже мая собственно которая специализируется как вы наверное знаете да там у каждого 3d пакета есть свои там сильные стороны зебраж больше по скульптингу мая больше про анимацию да там 3d max используют больше для архитектурной визуализации есть счетом всякие специальные программы для например технического моделирования вот скетч на это набросок если кто знал ну да много английских слов перекочевывает профессиональный с вами потому что в основном индустрия больше развита в англоязычных странах мы в целом мир глобален то есть вот это на самом деле где-то там ну не знаю даже не сотая наверное тысячная часть от той работы которая проводится в стадии предпродакшен для того чтобы продукт в конечном итоге был сделан хорошо и качественно здесь если вы посмотрите например на помимо разных таких красивых форм этого змея если внимательно посмотреть то здесь обыгрываются различные рисунки иероглифов в его пластике в его чешуе на именно через вот такой поиск скетчей идет работа то есть когда уже обсудили что должно быть то то как она будет выглядеть можно обсудить только нарисовав это ну либо как-то по-другому визуализировал и поэтому рисуется много вариантов для того чтобы потом какие-то отвергнуть 90 процентов рисунков которые рисуются они не идут в работу да то есть все это рисуется для того чтобы найти то самое мы возьмем какой-нибудь другой мультфильм где было больше видно ладно я возьму клауса хотя про него уже рассказывал как вам другой лекции которые записи но тем не менее здесь вот кто не смотрел всем настоятельно рекомендую пока еще зима и новогоднее настроение может быть еще не совсем утеряно потрясающий мультфильм собственно который очень круто совмещает 2d и 3d как раз пример того что на самом деле это но инструмент вторичен первично в первую очередь как раз та самая идея с которой все начинается и вот здесь вся практически анимация делалась классическим способом по кадровой анимации то есть как это делали еще там художники в 30-е годы с тех пор сильно ничего не изменилось когда кадр за кадром художник рисует движение персонажа объекта то есть именно руками без 3d но при этом в огромное количество окружение использовалось с использованием 3d проходы камеры так далее то здесь то все здорово совмещается и в том числе и визуально так вот если мы зайдем например в раздел характер дизайн то есть дизайн персонажей вот здесь мы можем видеть опять же где-то наверное думаю примерно сотую часть всей той работы которая проделывается вот вот та самая как бы 3d моделирование в с помощью 2d на это называется характер лист когда для дальнейшей работы аниматор персонаж рисуется фаз профиль со всех ракурсов чтобы дальнейших художников не было вопросов не было как бы проблем с пониманием этого персонажа потому что одного персонажа рисует в таком полнометражном фильме ни один художник его не меру ты вот конкретно вот этого персонажа если не ошибаюсь порядка 30 аниматоров анимировали на протяжении фильма и соответственно он везде должен был быть самим собой вот вот как ведутся поиски образа главного персонажа как видите то есть если мы опишем просто текстом до что это такой массивный заросший седой угрюмый старик то есть если вот это описание подходит любой из них это та часть которая вот была вербально сформулирована да а дальше это нужно визуализировать в картинках и на самом деле может быть сотни вариантов того как он может выглядеть и они все будут подходить но тем не менее они все будут разные вот и собственно сейчас я в этом самом схеме пайплайна перешел вот уже как бы скетчем данного тут вот на самом деле перед каждой визуализации чего-либо вот тут есть важная часть это research это поиск референсов поиск образов собственно то на что мы будем опираться потому что рисовать или создавать что-либо в вакууме просто вот мне сказали смоделирую машину я беру и начинают так машина она у нее там есть колеса да у нее есть какой-то там значит корпус вот как-то вот как-то так выглядит машина ну если понятно дело что я сейчас утрирую да но если мне реально скажут нарисую машину туда же есть штука в том что даже те объекты которые вы видите там сотни раз и ежедневно вы не можете их запомнить досконально поэтому нужно собирать детальные референсы референсы это как правило картинки да ну либо это в общем это то на что мы опираемся это наша визуальная библиотека вот и собственно собрать некий рефлист это называется будет вашим заданием после этой лекции я покажу на втором части примерно как это делается вот собственно если дальше идти здесь по вот этому pipeline что здесь если понятно я что внутри каждого из вот этих сегментов можно выделить свой pipeline до отдельно pipeline рисование дизайна персонажа да то есть сбору референсов потом поиск там силуэта потом поиск позы потом значит там характерный дизайн одежды цвет и так далее так далее так далее и даже ну там в каждом из этих вот отдельных этапов также можно выделить вот эти подэтапы опять же почему об этом важно понимать знать почему этому выделена целая лекция потому что к сожалению очень часто новички и студенты ведь я также неоднократно преподавал просто курс по концепт арту они по 3d очень часто люди начинают хотеть сделать все и сразу хаотично и примерно выглядит вот так их pipeline то есть отсюда сюда потом сюда потом сюда а потом вообще это все переделаем я хочу другого делать персонажа то есть когда человек еще там не придумав какую-то историю своего персонажа начинает его прорисовывать ему там детали а потом понимает что он вообще им перестал нравиться то есть такие же ошибки без вот этой вот систематичности и в 3d да то есть не стоит там заниматься текстурами когда у вас еще там не утверждено габариты вашей модели когда вы не знаете какое вообще ограничение по полигонам это там те вещи которые вам будут дальше рассказывать но вот этот короче говоря пресловуто это слово pipeline его нужно вырабатывать его о нем нужно думать это то самое планирование самоорганизация которая есть и внутри глобального проекта и внутри конкретной задачи конкретного художника техартиста 3d шника аниматора любого человека вот ну пробежимся дальше значит здесь storyboard storyboard если кто опять же не в курсе он же раскадровка в принципе это такая часть видео сейчас смотрим здесь он здесь сегодня включили да вот это покадровое рисование всех сцен видео в эскизном черномом варианте то есть до того то есть когда уже утвердили как будет выглядеть персонажи ну либо на самом деле storyboard может рисоваться чуть раньше перед тем как рисовать либо анимировать в 3d либо это будет отыгрываться актерами рисуются вот такие вот небольшие по формату скетча подписывается каждой сцены как правило под ними еще пишут ту часть диалога которая здесь происходит эту часть действия потому что это разные вещи на там персонаж заходит в комнату персонаж говорит чтобы это все синхронизировалась и грубо говоря если посмотреть дальнейшая еще часть это аниматик называется по сути это storyboard который уже под черновую озвучку в тайминге то есть у вас например двухминутный ролик да и вы вначале рисуете его весь эскизно утверждаете смотрите и потом смотрите этот аниматик то есть смотрите вот такой эскизный свой фильм в кино это не всегда используется но чем больше используется сиджи в кино тем чаще это используется то есть раньше этого было меньше когда снимали живых актеров не обязательно это было но в анимации в анимации это обязательная история без которой никуда опять же если ее пропускать или делать ее плохо то тогда всплывает масса масса вещей например что неподходящий ракурс или повторяется один и тот же ракурс или персонаж смотрит не в ту сторону в которую смотрел предыдущие кадре да то есть все вот эти вещи которые как раз таки разрушают ту самую изначальную идею вот и здесь отличие как раз я щас дальше быстро расскажу о пайплайне игровом там этого нет потому что здесь у нас финальный финальный результат это видео которое есть начало конец там кульминация и конец на то есть у него есть четкая линейная структура а вот в игре структура сложнее и так дальше то есть storyboard потом если с ним все окей аниматик то есть черновая анимация всего ролика всего как бы видеоряда затем уже именно непосредственная анимация где у нас уже в зависимости от инструментов движутся персонажи либо камера да то есть делается это в 3d или 2d технически это делается по разному по сути по пайплайну это делается ну как бы в одном месте общего продакшена ну и дальше здесь соответственно там опять же если это 3d анимационный проекта в начале тут еще будет моделинг персонажей значит часто очень в больших 3d проектов там пиксаров диснея есть такой пинг-понг между вот этими частями когда делается черновая анимация потом 2d аниматор делает правку поверх это переделывается то есть здесь чем лучше взаимодействие команды тем как бы меньше происходит ошибок и так это все когда здесь опять же есть еще этап озвучки и тоже не для всех это очевидно но старт анимации здесь я даже неправильно нарисовал сейчас уберем вот здесь вот я забыл этап озвучки почему это важно потому что анимация делается от войс под голос под озвучку потому что в анимации очень важен тайминг то есть анимация у вас будет длиться две секунды или две с половиной секунды на для обывателя 2 и не две с половиной секунды это абсолютно одно и то же такая разница полсекунды для аниматора это огромный кусок который нужно потом как-то монтажно совмещать со следующим куском соответственно чистовая анимация делается под чистовой звук в идеале потому что если вы делаете просто анимация потом наложить туда какой-то другой звук будет рассинхрон и не будет вот той самой магии когда у вас звук и картинка создают впечатление вообще вот здесь дальше соответственно там покраска композинг то есть мы имеем финальный продукт уже и это композинг но это в общем монтаж и потом уже но это немножко разные вещи да то есть монтаж и потом композинг это когда совмещаются все части то есть там анимация персонажей рисовалась отдельно потом художник по фонам отдельно рисовал фон и например потом ты совмещается либо там отдельно какой-то художник делал там анимацию дыма вот здесь мы имеем по итогу черновой продукт чему он черновой потому что здесь идет пост продакшен есть такая фраза как бы полушутка полуболь всех кто работал в каким-то в каком-то видео продакшене на посте поправим ну постом называют это пост продакшена когда как раз вот эти все вещи вот эти все косяки вылазят когда кто-то где-то что-то забыл забыл что у нас звук поменялся забыл что у нас освещение не с той стороны забыл что взяли новичка там на кто-то не проверил кто-то использовал старый файл то есть на самом деле здесь миллион миллион даже в самом хорошо организованном как бы процессе здесь всплывает миллион вот таких вот крестиков да то есть здесь это рисовал ошибку которая кочует самого начала соответственно понятное дело что если здесь закралась ошибка она переходит сюда здесь их уже 2 если там на дизайне персонажа не подумали о том как он будет дальше анимироваться если не подумали там в storyboard что опять же там как будет смотреться и так далее так далее так далее то есть и здесь на финальном продукте к сожалению может вылезть куча 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 вещей которые 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 нужно исправлять и этом схеме можно нарисовать вот так вот вернуться сюда физически нельзя вернуться и поэтому здесь происходит какие вещи на пост продакшене с видео цветокоррекция выравнивание звука да то есть накладывание каких-то пост эффектов там какой-нибудь текстурки там шумящий на поверх то есть здесь нас цвет звук нарисуем эквалайзер опять же какие-то правки по монтажу да где-то что-то чуть-чуть укоротить то есть то что ну как скажем так полировка уже финального продукта вот и в идеале здесь не должно остаться никаких проблем но опять же почему я так долго об этом всем рассказываю потому что некоторые проблемы к сожалению сюжетные логические до невозможно исправить в конце собственно поэтому кстати говоря многие из вас наверное знаю да что есть режиссерские версии фильмов когда у нас там вырезается куча хронометража и собственно дальнейшего монтажа от финального монтажа может вообще очень сильно поменяться вся история иногда это попытки исправить вот эти самые ошибки потому что здесь финальный продукт это вот цельный опять же фильм ролик клик мультик который рассказывать некую историю линейно вот и почему я нарисовал здесь еще часть схемы потому что на самом деле важно также жизнь продукта после его реализации потому что кино должно купиться в кинотеатре да она может вообще провалиться она может провалиться по прокату на стать культовым соответственно есть некая жизнь проекта после это может проявляться в всевозможных фан-артах то как люди отсылаются к этому продукту это может в повторных показах в снятии сиквелов и так далее так далее так далее то есть суть в том что жизнь продукта то есть хороший продукт в котором все вот это было учтено сделано круто на каждом этапе он может стать началом истории большой да где там будет развиваться целая франшиза и там будет еще сниматься вторая третья десятая часть там снимут сериал и так далее так далее если критическое количество таких ошибок в пайплайне было накоплено то как бы жизнь к сожалению то есть самое плохое если вот здесь закончится жизнь этого продукта и вот этого этапа не будет а то есть этот зап будет выглядеть в видео там разорение компании и так далее так далее так далее вот и почему как бы опять же я об этом говорю потому что на самом деле об этом важно думать потому что очень часто как бы к сожалению делается так вот я делаю свою часть вот моя часть такая вот в этом проекте да вот такая мизерная где-нибудь вот здесь вот я рисую например storyboard и я допустим понимаю что тут ошибка в сценарии но как бы она плохо выглядит мне написали вот здесь вот так и якобы так нарисовал как мне сказали и не пошел и не сказал там сценаристу или своему там арт-директору еще там что как-то тут плохо выглядит как ошибка то есть на самом деле вот эти все всех этих палка палка человечек и квадратики я рисую рассказываю для того чтобы вы понимали что чем бы вы дальше не занимались на самом деле очень важно понимать вот в рамках какого процесса вы находитесь понятное дело что вы там не каждый из вас и не может никто из вас не пойдет там делать полнометражные фильмы участвовать в таком продакшен да но на самом-то деле большой разницы нет если вам заказывают просто там дизайн какого-то буклета до или заказывать кута модельку вы должны понимать то есть часто работая на фрилансе вот так вот выглядит для художника его работу то есть например я рисую персонажи вот я не знаю что там до этого но в лучшем случае медали текстовое тазе это не факт что она будет хорошая и я вот там не сильно думаю знаю чтобы в конце и если его также делает куча разных фрилансеров то потом по итогу может получиться очень плохо или кто-то потом это все будет переделывать это к сожалению не раз с такими сталкивался и очень часто человек либо не даже не догадывается и не думает о том ну как бы в какой он находится частью то есть ему сказали там нарисую или замоделирована нарисовал замоделить он до лучшем случае по тазе либо человек даже понимая что здесь закралась ошибка не хочет говорить что тип ну нужно тут что-то исправить что-то не так вот так и теперь коротко о пайплайне в геймдебе чем он отличается он отличается здесь ключевое то же самое что здесь у нас есть формирование идеи да если эта игра с каким-то развитым сюжетом лором то его нужно то же самое хорошо прописывать да если это игра с каким-то более банальным простым простой механикой то там возможно этого не нужно но тут все равно большая большая работа людей которые там геймдизайнеров которые придумают придумают придумывают делать прототип в чем ключевое отличие здесь нету на сториборда да здесь нету вот как бы такой последовательности именно анимационной здесь идет большая часть работы над прототипом игры когда это еще не игра да и намного важнее как это будет играться они как-то будет выглядеть и ты чтоб был баланс в игре до чтобы это просто банально не вылетала дальше здесь в каких-то этапах очень похожи схожая работа над дизайном персонажем дизайном окружением дизайном там оружие так далее так далее здесь по сути художник делает 90 процентах то же самое что вот здесь и очень большая разница вот здесь в конце потому что в игре как раз таки варианта на посте поправить нельзя потому что как вы знаете игра это не линейная вещь которую у которой тем более не заканчивается дата и релиза ее жизнь важна еще тогда дальнейшая поддержка то есть чтобы эта игра работала продолжала работать выходили обновления да то есть чтобы продукт как бы продолжал жить адаптироваться под новые там технические требования и так далее так далее то есть в игре очень важен момент чтобы она в целом работала и ее можно проходить по-разному в ней играют масса людей опять же сильно зависит это мультиплей мультиплеерная игра там мобильная либо это сингловая которая вот там вышла и все ты можешь сам загрузить играть но в любом случае там везде есть вариативность прохождений и здесь очень большая часть вот этой вот можно сказать этого пост продакшена это тестировка того как это будет работать на то есть перед тем все наверно знать что есть альфа тест есть бета тест когда когда игра вроде бы уже готова то есть здесь пост продакшен можно заменить на тестирование на самом деле тестирование она происходит на всех этапах когда есть уже хоть какой-то прототип да то есть это опять же огромная работа которая ведется разработчиками любых вот вне зависимости от того насколько они выглядят просто и сложно так и теперь наверное уже время наступило вопросов и ответов я может быть да немножко немножко затянул в принципе еще даже 8 часов нет я вижу что очень много всего писали очень много выводе вопросов и взаимного общения но я так краем глаза посмотрел а теперь если есть конкретные вопросы по тому что я сейчас рассказывал то пожалуйста задавайте говорите и я буду отвечать ближайшие минут 8 а потом восемь часов сделаны больше перерыв так и поехали сильно ли критично умеет рисовать 2d от руки если вы занимаетесь собирать и занимать 3d нет совсем не критично это вообще не обязательно другой вопрос вот как раз таки работа с референсами то чему будет посвящен второй час и пониманию того как это все строится вот это важно важно иметь какую-то большую визуальную библиотеку ну и в целом конечно рисование может быть не будет плюсом в ряде задач она полезна есть всякие стилизованная графика на 3d где там делают хэн хэн пейтин текстуры но в целом нет вы можете сразу моделировать само собой так как говорится безнятного т.д. результат да это правильно но тут есть еще такая штука что иногда внятного т.д. не может быть если это например ну к примеру вы хотите создать свою инди игру да и вам просто некому это придумать вы сами должны вы себе придумать либо если ваш заказчик например хочет что-то делать у него есть деньги на это но понятия не имеет как это делается такой человек не сможет дать вам внятного т.д. в этом часто бывает проблема взаимодействия но не обязательно художников на самом деле программиста 3d аниматоров в общем фрилансеров и заказчиков когда каждый друг другу да есть объясняет кто из них больше скажем так болван а на самом деле там большая доля профессионализма понять что невнятно говорит заказчик и самому ему объяснить что он имел ввиду то есть это как бы переступить но но это как бы по возможности конечно лучше получать чем не одна это за это правда так для начала лучше с фриланса начинать или в компании здесь можно и так и так в компанию как правило попасть чтобы нужно иметь какой-то опыт и портфолио поэтому сразу попасть в компанию наверно сложнее и поэтому часто легче найти какие-то заказы на фрилансе с другой стороны как бы попав в компанию вы быстрее сможете расти вот поэтому проще наверное находите фрилансовый но опять же есть вариант сейчас удаленной работать фрилансером на компании вот насколько сложно найти работу ну смотрите все сильно зависит от вашего уровня то есть при наличии хорошего портфолио которая там формируется понятное дело какое-то время спрос есть довольно большой и он никуда не девается то есть нет такого что вот раз в год обновляются вакансии нет они появляются постоянно и главное как бы адекватно оценивать свой уровень смотреть и смотреть на то что делает ваш потенциальный заказчик то есть если вы делаете какие-то мультяшных персонажиков на вакансии реалистичный там 3d environment как бы вы круто не делали мультяшных персонажиков ваше портфолио не будет просто нужно там так как много кадров может быть в стори борде на каждую сцену по кадру и несколько кадров на сцену хороший вопрос сцена как правило называют положение камеры и персонажей в ней то есть грубо говоря если сменилось положение камеры или если там вышел один персонаж зашел другой то это уже можно считать другой сценой как правило в storyboard и рисуется ну то есть если ничего глобально не происходит то это там вот один кадрик storyboard да например там закат если забежал персонаж подпрыгнул забежал другой то вот эти ключевые вещи изображаются в storyboard и то есть чтобы идея в чем чтобы просто глядя чередующиеся картинки вы понимали что происходит часто используют там стрелочки типа персонаж там идет туда там или сразу нескольких позах он рисуется условно как в комиксах конечно разные вещи так сейчас я постараюсь много насыпали вопросов это здорово на самом деле что вы не заскучали обязательно ли поиск силуэта концепт ну как правило до силуэт это очень важная базовая часть и важно о нем думать не обязательно прям там рисовать 50 разных силуэтов но как бы думать об этом важно и как правило стоит начинать именно с поиска вот если например у вас он уже не задан как-то но читаемость силуэта очень важно да потому что если об этом не задумываться очень легко уйти в какую-то гипер детализацию которая будет его ломать так выглядели что либо связано с hard surface а если речь идет о программе курса это лучше спросить куратора конкретно в оставшейся части нет просто можно сказать что hard surface это та часть которая касается больше техники всякие там пропсов мебели то есть не органика моделирование в общем всяких технологических кубиков часто стреляющих на колесик обязательно ли иметь графический планшет для моделинга скульптинга для моделинга нет вообще не обязательно для скульптинга но удобно до удобней скульптить с помощью пера конечно же то есть можно конечно и мышкой но для скульптинга планшетик но планшетик можно совсем простой брать как и собственно для начинающих кто рисует часто вопрос в общем можно планшет простой так касательно голоса если липсинг не нужен персонаж в шлеме можно ли записать голос позже или записать условия делаю диплом на было бы понять но смотрите по поводу липсинга если ваш персонаж например в какой-то момент закричит то важно может быть не столько как липсинг ему не нужен липсинг это а синхронизация губ с голосом то есть когда персонаж говорит чтобы он в момент когда звучит о у него губы раскрывались момент когда звучит глухая у него губы рот закрывался но и сам шлеме его не видно да но если у вас как бы есть некое действие которое как-то звучит то лучше конечно понимать как какой бы тайминг и в какой момент он запрыгнет стукнет или закричит так 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 вопросов много конечно здорово так насколько сложно найти работу это я по-моему говорил на примере кунфу панда было видно что прорабатывали кикадемические позы это обязательно часть вообще прорабатывать для анимации персонажа его пластику как он будет двигаться как он будет себя вести но собственно это как бы та часть которую делает аниматор да но хороший аниматор но если художник который придумывает персонажа это нарисует это большой плюс так 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 касательно голос ответил какой минимальный набор скилов должен быть у новичка в 3d чтобы можно было попробовать искать работу но смотрите здесь я врать не буду я 3d использую постольку поскольку все-таки концерт художники там больше иллюстраторов воды поэтому я не могу вам сказать прям четко то есть какие технические требования я не знаю это выходит за рамки моей профессиональной как бы деятельности в идеале рисовать риф в идеале рисовать риф и вообще не наша работа так не совсем понял риф не надо рисовать их нужно собирать их нужно собирать понятное дело что если речь если это было замечание о том что 3d не должен искать риф и да и нет то есть если ему подобрали все референсы до того трое замечательно здорово значит с пайплайном все хорошо и он может приступать к своей работе но если 3d не понимает как должен выглядеть материалами какой там болт имеется в виду или как он должен быть стилизован и он не пойдет смотреть как это должно выглядеть а будет просто сразу делать это будет скорее всего проблема можно ли работать в анимации фильмах играх одновременно или лучше специализироваться ну можно как правило люди специализируются потому что это может быть либо в рамках какой-то студии которая делает аутсорс графику то есть грубо говоря там и для игры для мультфильмов ну в редко то есть как правило все таки художники делятся на тех которые работают там в киноиндустрии те которые работают в игровой индустрии и как правило просто переходит из одного ну либо есть например человек работает иллюстратором то он может рисовать какие-то постеры там промо арты и для игры и для мультфильма и для фильма так сколько понадобилось время чтобы стать специалистом ну скажем я продолжаю им становиться то есть это нет такого что вы дошли до какого-то пункта и все можно отдыхать я начинал просто мир в какой-то степени повезло и пошел рисовать студии в небольшую еще это было 13 лет назад когда еще даже не требовалось никакого знания фотошопа просто рисовал руками вот ну а до этого учился в художественной школе поэтому меня как бы это шло параллельно осваивание профессии собственно в ходе обучения но так ну что сейчас еще отвечаю давайте до несколько вопросов и может быть после перерыва еще пару вопросов отвечу так и будет ли чтобы так 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 трудно ли найти работу в кино ну я в кино и работаю поэтому могу сказать что наверное нелегко в любом случае там требования больше выше чем где-то просто там больших игровых студиях поэтому в кино наверно сложнее попасть но я правда туда сильно и не стремился насколько необходимо знать анатомию при моделинге персов необходимо на хотя бы на уровне как у них каких-то общих знаний пластического анатомии но и сильно зависит от стилистики так 25 давайте все-таки сделаем 5 минут перерыв не будем делать его большим и возможно потом еще продолжим вопросы будут в конце лекции поэтому сейчас у нас будет небольшой перерыв тогда на перерыве валерия ваш куратор покажет вам как пользоваться трейла поэтому я на пять минут отойду но перерыв будет тоже информативно не уходите надеюсь что вы уже все познакомились инструкции студента но все же хотела бы пройтись подробнее по борду вдруг что-то кому-то осталось непонятно и так у ребят с непосредственно курса уже борт выглядит подобным образом здесь по колонкам размещены размещена информация и так первой колонке мы видим программу курса и расписание да для тех кто планирует наберет свою работу учебу вот будет удобно понимать когда у вас каникулы когда у вас какой блок когда нужно что-то дождать очень важно не отставать в рамках блока потому что от блока к блоку преподаватели меняются и потом у вас могут появляться хвосты вот информация может меняться возможно возможно небольшие изменения в датах но об этом мы будем заранее вас предупреждать чтобы вы были в курсе поэтому за актуальной информацией по расписанию обращайтесь вот первый столбец по поводу непосредственно графика обучения так лекции у нас понедельник среда пятница по два часа 7 до 9 по киеву с небольшим перерывом практики у нас вторник четверг суббота выполняется задание в любое удобное для вас время с 12 дня 9 вечера у вас на связи инструкторы по практике о том где искать контакты преподавателей инструкторов до которые вас консультируют вы обращаетесь в блок вот сейчас у нас идет блок modeling basics вы заходите в карточку контакты преподавателя график работы инструкторов по практике да и видите вот здесь у нас преподаватели их контакты если что-то осталось непонятно если вы не присутствовали на лекции онлайн то вы всегда можете им написать личные сообщения telegram ниже вы видите контакты работы инструкторов по практике вот время работы их контакты собственно вы копируете вставляете телеграм и задаете им вопросы вот в это время в период с этого времени обращаю ваше внимание что время указано по киеву а также здесь есть контакты поддержки системных администраторов если у вас вопрос по софту какой-то если вы не можете найти какой-то слов то обращайтесь в нашу техническую поддержку вот здесь вам всегда ответят помогут вот но не путайте эту поддержку непосредственно с поддержкой преподавателей по блокам также у нас есть небольшая инструкция по тому как пользоваться трейла кто впервые сталкивается с этим бордом здесь подробно расписано кто кому что-то непонятно можно ознакомиться вот здесь подробнее и в принципе после взаимодействия даже не длительного тут все в принципе становится понятно если потеряли вдруг студенческий чат то он вот так же здесь вот есть на него линк просто переходите на него вот и добавляетесь в чат студентов у открытого курса точно также программа занятий линк на циринческий чат и как здесь собирается полезная информация для вас возможно преподаватели будет что-то здесь оставлять вот пока что у кого проблему кто не знает еще не владеет photoshop но хочет научиться здесь есть небольшой курс вот можно перейти по линку и посмотреть ознакомиться в свободное время так дальше у нас колонка стикеры вот первые стикеры это стикере преподавателя вот галочка принято понятно требует оработки или обратите внимание на ошибки необходимо также есть один стикер для вас проверка работ осуществляется также три раза в неделю в понедельник в среду и пятницу в течение дня то есть чтобы ваша работа была проверена например вот четверг вы получите первое задание по моделингу вы выложите она будет проверено на следующий день в пятницу если преподаватель сказал вам доработать вашу пазешку на политические задания задания мы называем пазе так чтобы легче было вот если вы увидели вот стикер обратите внимание на замечание то это значит что вам нужно доработать работу и снова ее выложить в ту же карточку и прикрепить вот такой прекрасный стикер о том как это сделать вот вам маленькая инструкция сбоку здесь есть меню стикера это у нас попугайчик такой веселый приметный чтобы было чтобы ваша работа не потерялась вы начинаете вводить его на английском и вот собственно вот он появляется чтобы оставить стикер на своей работе вы просто берете и перетаскиваете его на свою карточку вот у вас здесь есть именно карточки где вы уже начали заполнять чтобы мы с вами могли познакомиться вот это что касается условных обозначений а также вот для каждого блока как я уже сказала есть такой информационный борт где вы найдете контакты график инструктора и преподавателя контакт дальше плейлист лекций это плейлист всех лекций вот например блок модель and basic здесь собраны все лекции этого блока и так далее дальше вас будет блок моделинга здесь рядом появится еще одна колонка которая будет называться блок моделинг и также будет все касательно него здесь ниже уже завтра после 12 появится первое практическое задание да все задания будут выкладываться на следующий день после лекции после 12 часов вот ну это что касается работы стрелла если есть какие то вопросы можете спрашивать если все понятно тогда мы зовем сергей продолжаем так смотрите да есть первые две недели у нас открытые первые две недели это непосредственно маленький открытый курс моделинг basic где мы рассматриваем основы моделирование вот и ребята которые хотят с нами познакомиться могут имеет возможность присоединиться к нам и собственно пройти обучение попробовать познакомиться с нами если все подходит пройти дальше на основной курс так проверка работ будет происходить на следующий день после дня практики она будет выглядеть в виде видео фидбэка вы выкладываете вы будете свою карточку личную выкладывать свою работу преподаватель будет открывать на своем компьютере и собственно комментировать ее не выкладываете линк на ваших на фидбэк и так по каждой работе по каждому студенту кто не останется без комментариев своей работе смотрите если вы не можете выложить задание на следующий день то вы можете выложить его тогда когда закончите очень важно не отставать в рамках блока вот например блок моделинг basic длится у нас две недели и важно вложиться в рамки этих двух недель дальше будет по расписанию блок моделинг майя важно до конца каникул выложить все практические задания чтобы преподаватели могли проверить потому что дальше будет блок скульпчинга и там уже будут другие преподаватели если вы исправляете работу то вы можете не удалять старый вариант во первых вы будете видеть ваш прогресс ну во вторых просто можно не ударять ребята которые еще не платили курс вы можете присоединиться к нему в любой момент до начала закрытых лекций то есть еще в течение двух с половиной недель так сейчас я покажу борт открытого курса ребята у вас он немножко отличается вам не нужно создавать именную карточку все работы вы будете собирать в одной колоночке вот так выглядит ваш борт вот здесь создавать личные карточки не нужно мы сейчас архивируем и я расскажу где размещать работы здесь появится первое задание и дальше вы работаете выкладывать вниз ваша работа написав имя и фамилия ваша например здесь будет практическое задание 1 вот и например я хочу разместить свою работу я просто напишу свое имя и вложу сюда собственно свое практическое задание и все и так далее и дальше следующий студент следующий 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 вниз так сергей вы не могли бы написать мне телеграм мы подробнее разберем ваш вопрос чтобы не отнимать время на лекции да екатерина просто добавить карточку и во вложении добавить вашу работу если вероника если вы из открытого курса то вам не нужно создавать именную карточку отдельно вы просто будете продолжать колонку первого фактического задания итак все кто зарегистрировался на открытый курс вам ссылочка на борт инструкция студента пришла в ответном письме на почту если не пришла то напишите пожалуйста мне в телеграм или на почту контакты в описании к этой лекции по поводу сертификата на все студенты закрытого курса получат сертификат при условии выполнения восьмидесяти процентов всех заданий и успешной сдачи дипломного проекта дипломный проект делается по окончании всех учебных блоков вам это будет но полтора месяца где вы выберете свое непосредственное направление и с помощью с помощью инструкторов преподавателей сделайте ваш итоговый проект и и защитите его итак ребята если еще что-то кому-то осталось непонятно пишите мне в телеграм на почте а мы продолжим всем хорошего вечера так и не снова я возвращаюсь так тут мы поговорили немножечко в общем на всякий случай еще раз еще раз всем очень советую сайт ливен лайт слайд вы просто как очень классное время препровождение если вы вдруг посмотрели какой-то мультфильм то пойти посмотреть как его делали вот так же всем кто будет связывать свою жизнь с анимации ей будь то 3d или 2d принципы анимации везде не те же здесь очень хорошая подборка черновых анимаций как бы очень крутых аниматоров по фильмам и собственно по самим художникам что тоже очень классно мы же перейдем дальше к тому о чем нам нужно поговорить сегодня и и поговорим немножко о тех самых референсах которые нужно на самом деле да если мы уже будем говорить о пайплайне скажем так концепт художника дату какая какой бы у вас не было там тз чтобы вам не нужно было создать нарисовать замоделить что-то еще и если у вас нету этих самых референсов вот просто из чистого листа лучше ничего не создавать что все что у нас есть в голове все что мы делаем как бы из головы это то что мы много раз видели запомнили потренировались да и уже знаем как выглядит а поэтому это можем нарисовать или как-то воссоздать и писать что-то там мы знаем что дом будет там вот так да потому что мы просто его много раз видели рисовали и так далее но если нам нужен какой-то конкретный дом да если мне нужно например этот дом насытить деталями какими-то какое будет здесь окно какой дымоход какая крыша и кто в нем живет то это по сути уже задача по концепту неважно это будет там мультяшный совершенно какой-то персонажик да или это будет что-то реалистичное здесь все равно для того чтобы насытить его визуальным скажем так материалом образом их нужно где-то увидеть и здесь есть такая как бы опять же новичковая тоже может быть вопрос часто у людей что не является ли это каким-то там плагиатом не является ли это каким-то вторичностью что вот не самому придумать нуля а вот взять и у кого-то что-то своровать на самом деле не своровать вот и на самом деле никто никогда ничего не придумал абсолютно с нуля вот поэтому на примере сейчас вот такой простой задачки что у меня есть некий условный рандомный персонажик его его обиталища да я буду сейчас собирать мутборд то есть как бы это тоже такой этап который когда вы еще например не знаете то есть вы знаете на словах что у вас должно быть но чтобы не тратить время на то чтобы нарисовать вы можете подобрать похожие вещи которые будут вас скажем от которых отталкиваться например да да я хочу чтобы это был какой-нибудь к примеру лепрекон да мой персонаж будет ну а это соответственно его дом дом лепрекон собственно я сейчас там делаю себе очень быстрая т.з. очень быстро текстовое описание и дальше я могу себя сформулировать вообще а какие есть ну ты что его делает лепрекона лепреконом да какой его дом должен быть то есть откуда например к примеру да ну ну чтобы это было ближе к вам например вы хотите делать свой дипломный проект в рамках курса или просто пополнить свое портфолио каким-нибудь красивыми там 3d артом который может базироваться на чьем-то концепте да то есть вы можете часто так делают художники это очень на самом деле приветствуется там вы можете сделать там 3d почему-то концепту как правило любой 2d художник концепт очень рад этому и с удовольствием поделиться вашей работой что вот как здорово я кого-то вдохновил чтобы он но вы можете и сами как бы в процессе не рисуя этот концепт опираться на что вот для этого советую всем вот такую программку пью рев вот она бесплатная собственно что это такое это бесконечный артборд вот такое пространство куда вы можете втаскивать теперь перетаскивать в нем изображение то есть такая как бы папка с вашими референсами можно конечно это делать и фотошопе и но как бы пюре бесплатный ничего не весит ничего особо не стоит и как бы может быть у вас дополнительным таким инструментом и так что я делаю где мне искать собственно эти самые референсы понятное дело что можно просто написать в гугле лепреконт первое что придет в голову каким он бывает да ну понятное дело что я сейчас его просто взял от я пишу дупреконт неправильно там и вот мы видим какие-то изображения штука в том что далеко не всегда изображение которые выпадут первыми они будут прям уж так хороши но здесь выполняет выпадает старый хоррор фильм про репрекон кто может даже его смотрел вот то есть но здесь мы уже можем взять какую-то какое-то изображение до персонажа с его такими устоявшимися характерными чертами то есть как правило это рыжий карлик в зеленой одежде в каком-то котелке или цилиндре обязательно присутствуют мотивы клевера и но и вообще это кельцкий значение кельцкий ирландский такой персонаж вот который часто при у приурочен к дню святому святого патрика и он хранит горшочек золотом на окончании раны собственно здесь мы уже можем видеть что у них есть всех что-то общее да но они все вот собственно мы и будем попробуем создать своего так собственно я могу просто копировать картинку control c control b и здесь у меня в этом пюрефи она есть дальше если я возьму какого-то еще другого вот например отличный то есть в чем здесь удобство я могу бесконечно раздвигать этот артборд группировать их здесь по каким-то значит здесь я могу по допустим там просто разных прикольных или приконом где-то допустим детали одежды и так далее вот но здесь важно не попасть в такую ловушку что просто не делать это свалкой каких-то картинок да то есть можно там бесконечно лазить по интернету бесконечно смотреть на красивые картинки как бы в чем тогда смысл да просто затягивать свою работу нет сути подбора и сбора референсов не в этом а в том чтобы структурировать эту информацию которую вы можете найти это можно сделать с помощью таких вот как бы иконочек то есть мы можем я могу разделить а значит здесь у меня есть устойчивые образы и тут об совершенно не обязательно уметь там хорошо рисовать но вы можете для себя визуализировать там это может быть котелок это может быть клевер это может быть значит там трубка который он курит это может быть рыжая борода и на каждый из вот этих пунктов можно искать и нужно искать референсы чтобы у вас не возникало вопроса как это должно выглядеть да то есть чтобы не начинали просто выдумывать и из ниоткуда то есть но при этом вы можете приобрезут преобразовывать то есть вы не должны сто процентов переносить то что вы видите но понимать как это и устроено потому что любой предмет там тоже трубку взять дает там это тоже предмет искусства предмет дизайна их существует миллион и если я не полезу смотреть как не выглядит то я но вряд ли нарисую какую-то супер оригинальную трубку вот то есть очевидные вещи которые будут формировать этот образ чтобы он был с одной стороны узнаваемым с другой стороны уникальным дальше есть еще такая ада горшочек золотом пока что все что мне пришло в голову я нарисовал на самом деле а башмаки у него еще таки очень характерны с либо часто они загнутыми кончиками либо с пряжками и это скажем такой первый уровень деталей которые формируют этот образ на которые очень устойчивы очень узнаваемый и если мы уберем их все то вряд ли образ будет читаться а работая с визуальным каким-то контентом работая с визуальным опять же с тем же самым си джи графикой мы работаем с образом то есть если мы создаем что-то то это что-то должно нести информацию да то есть какой дальше может быть характер этого лепрекона он может быть например там веселый мультяшный до добрый а может быть наоборот он может быть злой какой-то ужасный вообще вот как раз собственно здесь неплохая иллюстрация вот один или прикон берите детей от экрана да при этом копировать картинку вот как раз можно их разместить вот такому порядке секунду в таком порядке да и плавно и сейчас еще одного возьмем например вот этого смешали как похоже и и здесь как раз мы плавно перейдем к теме стилистики собственно вот у меня есть четыре лепрекона которых я не создавал я к ним не прикладывал усилия но мы видим что как раз таки они очень сильно отличаются при том что у них у всех есть тесла тот самый характерный набор элементов которые мы перечислили ну как минимум да это там зеленый цвет рыжая борода маленький рост шляпа дальше уже там плеер и остальные элементы уже разнятся у кого-то есть кого-то нет при этом они создают совершенно разный настрой они совершенно по-разному выглядят и вот эта штука которая уже касается стилизации и того как используя как вы используете те самые образы те самые как бы вот визуальные такие якори визуальные маяки за которые человек цепляется чтобы тот или иной образ передать и подчеркнуть в чем еще удобство пире что если вы хотите например вы можете сохранить картинку ну то есть и весь ваш ноутборд вы потом можете экспортировать в картинку в пнг короче говоря сохранить дополнять и переслать кому-то другому например не открывая фотошопа не изучая как им пользоваться так мы попробуем и запринскринить тут не работает пинскринить ну ладно тогда я их хочу перенести в фотошоп исполняемся рабочим столом ну ладно ну ладно ну ладно неудобно с одним монитором на одном мониторе все делать но не беда ладно сделаем скажем так по старинке control c control на просто на рабочем компьютере стоит через print screen делается но здесь я гость приглашенный и не буду сейчас наводить своих порядков так собственно собственно что их всех отличает есть такая штука как стиль все наверное это конечно же слышали да стилизация но как она работает применимо именно допустим персонажем к объектам к вообще как бы некой некой визуальной информации да в частности персонажа и что с помощью чего собственно художник делает персонажей разными здесь мы условно можем сказать что это у нас такой совсем совсем даже не мультяшный я бы сказал почти примитивный персонаж это более такой мультяшный картонный да то есть часто подобная стилистика в либо в каких-то казуальных играх либо в детских мультиках то есть назовем его условно мультяшности вот это вот стилистика уже ближе к реалистичной да но она такая если не ошибаюсь это там делалось для кого-то игрового проекта то есть условно игровая графика где уже ближе по пропорциям к человеческим и здесь уже реалистичность кино это очень условная градация но тем не менее как раз именно вот в такой последовательности они расположены и из чего состоит этот стиль да при том что у нас условно один и тот же персонаж это в первую очередь пропорции этого персонажа если мы посмотрим этого лепрекона то как я уже сказал то просто смешарик да то есть даже при том что это карлик здесь в принципе убраны ноги то есть это у нас такой колобочек пропорции то есть соотношение тела гипертрофировано детали здесь меньше цвета ярче и большую часть занимает глаза а а это не случайно потому что чем больше мы делаем глаза чем блин меньше расстояние между носом глазами тем у нас больше персонаж хошь на ребенка собственно если посмотреть так работает стилизация увеличение черт лица упрощение детали и он мы получаем вот условно такой шаблон персонажа у меня получился конечно более криповый но если так торопиться то мы можем в таких пропорциях нарисовать кого угодно да собственно мультик смешарики кто смотрел кого из дети знает что там шарообразные все не обязательно шарообразные это может быть кто опять же знает есть такие чибики их называют статуэтки где например известные персонажи комиксов и гида они выглядят вот так вот такие огромные глаза маленький рот маленькое там тело и например если вам нужно сделать чтобы это был знак кана из mortal kombat а у него тут будет металлическая пластина то есть переносится те характерные элементы дизайна на вот такие пропорции вот это у нас один стиль дальше плюс опять же помимо пропорции здесь работают цвета и степень детализации здесь это 2d шная картинка где мы видим опять же упрощение и светотени и самой детализации здесь например это 3d шный леприкончик который более мультяшный здесь все также работает принцип увеличенные глаза то есть конкретно лицом если взять фотографию ребенка и вот этого то у него даже еще сильнее чем у ребенка увеличены глаза то есть здесь такой пропорции этого персонажа если переносить их на реалистичные человеческие но это примерно как там не знаю ребенок лет трех-четырех до у которого голова помещается там несколько раз в пропорциях его тела и именно это ключевая штука которая делает его таким то есть голова стеком и если посмотреть огромное количество различных игр особенно мобильных игр либо мультфильмов то там очень часто персонажи это именно вот такие голова стеки и опять же сюда применяются все вот эти вот характерные ключевые элементы плюс если мы обратим внимание то здесь они то есть не реалистично такая гладкая ткань до увеличенные элементы то есть если мы сравним например как выглядит ткань на следующем персонаже где мы еще видим что это рисунок но он достаточно проработан и реалистичный дату здесь складки на ткани проработка анатомии проработка той же самой бороды детализация то есть мы видим не каждую отдельную волосинку но такие как бы их но она очень фрагментирован при этом она держит цельную форму то здесь это банально вот прям цельная форма в которой чтобы показать что это не просто пластика все-таки стилизованная борода выделены отдельные кусочки соответственно то есть здесь деталей уже больше чем вот здесь но при этом меньше чем вот здесь цвета все также яркие насыщенные и поскольку здесь у нас как бы радостная эмоция то есть сам персонаж радостный но большие радостные глаза но и опять же пропорции внутри лица очень сильно утрирован если мы берем опять же чем ближе мы переходим какой-то более реалистичной графики тем у нас идет по пути усложнения но опять же если мы внимательно посмотрим на этом персонажа то у него можно легко выделить крупные элементы которые хорошо считываются то есть у него есть зеленый камзол который вот в целом воспринимается таким зеленым пятном и внутри него есть как бы то есть грубо говоря он делится на зеленый и коричневый да то есть это тоже здесь в целом цветовая гамма везде зеленый и коричневый первую очередь здесь коричневый акцент это его борода и лицо здесь его опять же больше потому что больше само лицо здесь точно так же приобретать коричневый но это уже все тело включая ноги включая рубашку и так далее и мы видим что здесь нарастает количество деталей да ты здесь у нас уже есть пуговицы ты точнее скорее даже это нашитые на лацканы рукава монеты трубочка появляется более проработанное лицо но все те же символы которые вот мы определили да есть у него это пряжка здесь пряжка на шляпе здесь пряжка на поясе это золотые монеты это зеленый цвет это клевер то есть мы таким образом считываем что это за персонаж при том что он сильно отличается ну и здесь опять же может не самый удачный и страшный вариант но на самом деле все те же ключевые вещи но плюс сюда добавляется эмоция страха то есть ужаса это за счет чего как бы это сосредоточено в его лице и в его когтях да то есть у нас плюсуется устоявшемуся образу вот этого лепрекона плюс еще страшное лицо плюс еще когтистые лапы ну и если мы посмотрим опять же на цветовую гамму дату чем реалистичнее тем во первых цвета тусклея ну и плюс поскольку это еще и хоррор то здесь они еще мрачнее но мы все равно можем в рамках вот этой картинки вычленить что он в зеленом и сам он тоже такой зелено-коричневый то есть цветовая кодировка тоже сохраняется вот собственно это является как бы продуктом чужого чужого видения да то есть других художников если моя задача сделать персонажа который будет отличаться от них всех но при этом тоже будет лепреконом да то соответственно я должен вот проанализировать и подобных персонажей определить для себя вот некий диапазон стилистики как как мне будет выглядеть его пропорция то есть это будет у меня там больше похоже на игру там не знаю бравл старс или больше похоже на овервотч или больше похоже на не знаю там на киберпанк да ну то есть по степени и для этого создается мутборд но я правда назвал игры чуть другим сеттингом сеттинг это у нас если что тот мир в котором происходит происходит действие события то есть лепрекон это скорее из мира фэнтези такого европейского фэнтези ну то есть понятно где корни его беру идут из мифов легенд различных и сказок да но как бы если брать как ничьи некий цельный сеттинг для игр кино то можно определить фэнтези сай-фай киберпанк постапокалиптический сеттинг стимпанк и так далее то есть это у нас есть конкретная привязка к временному периоду к развитию технологий к тому где это происходит в какое время какие там обитают существа и так далее и так далее вот если прикольно то сказано сказочное существо на основе мифологии европейской и так собственно это был такой небольшой анализ по поводу стилистики и пропорции и на примере этих лепреконов да но моя задача дальше значит при создании придумывании своего поискать референсы для своего причем я могу определить для себя что мне например нравится вот этот да я хочу примеру там делать иллюстрацию или буду модели да то есть вот это мне будет по стилистике то есть по степени детализации то есть я хочу чтобы меня там складки были натуралистичные ткани вот такая цветовая палитра да но я могу например что дизайн бороды мне нравится вот такой больше без усов то есть вы не обязательно у вас ваши референсы должны быть в одном стиле вы должны понимать что у меня например там вот так ткань выглядеть не может но при этом у меня может быть такой крой этой самой ткани или поза мне нравится вот эта поза я хочу чтобы он также радостно бежал но выглядело да и собственно из вот такого совмещения разных вещей и являю и как бы появляется у нас новые да появляется новое изображение да то есть мы просто генерировать как бы комбинируем то что уже есть получаем новое дальше как еще искать референс и не просто в гугле листать дальше потому что на многие вещи какие-то специфические на самом деле вы не найдете очень хороших да там ну вот еще есть картинка нельзя сказать чтобы прям какой-то запредельно классный крутой арт на который хочется ориентироваться для этого можно также искать арт по художнику то есть к примеру я знаю что есть такой иллюстратор я точно не скажу как правильно он читается но я помню как он пишется жан по моему так до жан-батист монш он француз судя по всему поэтому поэтому я и не берусь правильно произносить его его вот он как раз таки очень много рисует таких очень крутых атмосферных персонажей и это вот еще один пункт почему поиск референсов это не просто конкретная такая штука когда вы ну вот там мне нужно найти как выглядит фонарик да я там в бил себе фонарик да или мне нужно как выглядит танк я мне выглядит танк но как видите в зависимости от вашего запроса и вашей скажем так богатство визуальной библиотеки то есть вы не всегда можете попасть на ту или иную картинку вбивая просто ее название здесь как бы можно идти вот конкретного то есть по-разному формировать запрос можно по автору и поэтому очень полезно для любого художника для любого вообще там профессионала аниматора 3d шника и насколько я знаю все мои там знакомы тоже то 3d шники кто не рисует сохраняет себе подборки в инстаграме в пинтересте на биханьте на виме у то есть почти на любом большом крупном сервисе на том же арт-стейшене есть возможность собирать коллекции если вы будете хорошо структурировано то есть вы увидели какой-то крутой не знаю там крутую 3d работу где вам нравится как автор работает с освещением вы создаете подборку там классное освещение то же самое по текстуре по технике по позам по дизайну персонажей по рыцарю и так далее так далее так далее если это входит в привычку то тогда у вас вот этот самый поиск референсов по которой я сейчас так может быть не совсем понятно надеюсь что понятно рассказываю у вас становится таким перманентным перманентным процессом который уходит как бы ну в такой фоновый режим и потом если вы запоминаете именно авторов запоминайте куда вы это сохраняли то как правило вы по щелчку пальцев таки а я знаю я видел крутой референс на вот эту анимацию а я помню там была крутая эмоция то есть на любой деталь работы вне зависимости от того мультяшная стилистика или какая-то супер реалистичная вне зависимости вы можете найти классный референс от которого вы можете оттолкнуться и это не будет плагиат так делают все это нормальный хорошо вот вот соответственно тоже прекрасный замечательный вот такой вот леприкончик очень классный по пропорциям а то есть он близок вот к тому опять же сейчас сюда он близок по пропорциям и вообще как бы по степени стилизации такой немножко шаржевая под к этому дано вот здесь более старый без бороды здесь как раз отлично работает силуэт то есть он довольно цельный но здесь есть интересные детали за которые цепляется глаз это трость это трубка то есть него совсем другой характер до ощущение что он более какой-то такой похож на кого-то старикашку скрягу он зачем-то спрятал трость за спину то есть эти персонажи в чем-то похожи чем-то разное и вот на самом деле фокус заключается в том что не волну как при желании можно создать бесконечное количество гномов леприконов фонарей стульев и собственно люди на протяжении 100 этим занимаются то есть нельзя сказать что с одной стороны все нарисовано до нас с другой стороны всегда можно нарисовать или создать смоделировать что-то новое вот этим собственно и занимаются люди вот это один вариант например то есть вот огромное количество очень крутых образов где можно посмотреть а вот еще могут быть такие башмаки он может быть там в треуголке например да то есть за счет чего художник создает этот образ по-новому но при этом сохраняя то есть убери три листник убери не знаю трубку и в принципе это будет уже какой-то такой карлик пират да если ему там поставить тут за счет того что он карликовый за счет того что он свои пивкой пусть и не с элем и за счет вот этого акцента три листника мы читаем что это леприкон хотя по многим пунктам он как бы отходит от такого классического понимания как он выглядит но и опять же если мы сравним с тем что выпадало в гугле и с этим то именно качество арта намного выше а соответственно она может нам больше дать пищи для каких-то ну как бы для новых образов и здесь опять же мы видим как художник классно работает с разными фасонами одежды с разными фасонами обуви разным дизайном кружки на эмоциями позой силуэтом здесь добавлен сверчок уже появляется какая-то вот то есть штука в том что особенно персонажа это касается но вообще в любой почти картинки должна быть история но если мы хотим чтобы эта картинка вызывала некую эмоцию нам не хотелось пролистнуть дальше чему-то интересному то есть также работает наше мышление когда вот мы собственно ищем те самые референсы мы листаем так но здесь по этому запросу много крутых да но когда просто убиваем там что угодно да там цветок я такой ну но цветков много красивых природы мне такой а это интересно это я видел это там на рынке продается на то есть я глазом еще что-то необычное здесь вот она зацепился здесь прикольный кадр выстроен то есть фокусное расстояние небольшое здесь уже как бы в 1 фокус ушла шел цветок это нравится ну и как бы плюс в том что вот здесь в подсказке алгоритм подбирает похожие похожие кадры также стоит упомянуть про сайт пинтерест возможно кто-то о нем не знаете почти все знают но тем не менее чем удобен пинтерест что здесь вы тоже можете сохранять подборки сохранять свои доски и что тем что он предлагает мне ну и вам похожие картинки то есть похожие анализируют алгоритм цветовую гамму позу стилизацию например если вы ищете какой-то стилизованное что-то на и или там если здесь наберу удалось тот же самый для домика лепрекона какой-нибудь out old cartoonish house я написал старый мультяшный домик ну не совсем то что мне хотелось бы видеть попробуем old house вот здесь мы видим классные фотографии опять же если я буду идти в сторону поиска вот собирать mood board дальше рефлист для домика лепрекона да точно также можно вначале на уровне вот таких вот идей для себя определить какой он он старый разваленный разрушенный он заросшим хом он рядом с деревом или он под деревом да и всегда можно еще написать скетч или концепт чтобы посмотреть скетч не самый лучший концепт вот как видите то есть меняю просто одно слово мы находим разные варианты и вот например я там могу найти что-то подходящее мне по атмосфере да я смотрю а вот нам симпатичный дом мне он нравится я возьму его себе как некую правную точку то есть я добавлю его себе в свой рефлист чтобы как бы думать как где он будет жить дальше например трубка курительная трубка и тут мы тоже можем сразу видишь то какое количество их разных силуэтов может быть да то есть я не знал например что существуют вот такие трубки и может быть сам бы не придумал хотя они все выглядят очень просто это все сочетание простых форм но суть в том что многообразие разных предметов она как бы шире чем можем мы себе представить и в этом нет ничего плохого наоборот правильный профессиональный подход то есть я могу посмотреть вот там могу взять такую могу вот такую ему трубочку опять же в дальнейшем я могу ее видоизменить поменять материал сделать потертый там или наоборот инкрустированный золотой и это будет говорить о характере персонажа и таким образом я как бы формирую себе вот некий образ которого еще нет но благодаря вот такой работе я могу себе четче его продумать дальше например там можно в сторону стилизации например я там буду его моделировать в 3d да и я вот не понимаю как он будет у меня но это все-таки рисунок а как он вот финальном будет выглядеть я вот упоминал overwatch возможно кто-то знает есть такая игра overwatch студии blizzard вот мне нравится например стилизация overwatch если мы посмотрим да это как бы она с одной стороны вроде близка к реалистичному да то есть не совсем какие-то человечки мультяшные с другой стороны здесь там сильно упрощены ткани волосы то есть все такое немножко сглаженная немножечко они похожи на их хороших кукол хороших манекенов и в частности я вот помню там есть такой торт бьер по моему его зовут гном но он не гном по лору игры вот сейчас тут наверно не будет мы сейчас попробуем его написать вот торгион вот здесь например я могу взять его в качестве эталона по стилистике для себя да то есть я буду делать не боевого кибернетического гнома но зато я посмотрю как здесь решены брови массивный нос сочетание пропорции вот то есть для как референс по стилизации пропорции материалов он может мне прекрасно подойти и я буду знать что я буду ориентироваться на него не не в том что он у меня будет с заплетенными в косы волосами а в том что я буду вот например усы тогда могу сделать так или опять же брови дату степень детализации лица плюс я могу и остальных материалов да то есть я смотрю как здесь делал металл как видите здесь довольно укрупненные такие вот пропорции то есть каждая деталь она немного увеличена и очень хорошо читается для сравнения например если нет во вкладке открыто концепты по киберпанку недавно нашумевшим мы можем видеть насколько здесь детализация мельче да то есть больше дет мелких деталей то есть все так же важен силуэт разбивка на крупные пятна персонажа давно здесь если мы поставим их рядом то это пример как раз того что как работает стилизация время у нас 2100 здесь в данном случае этот референс мне вряд ли пригодится разве что там золотые монетки могут быть прикольные да ну мы можем очень наглядно видим почему это важно то есть для перед началом важно понимать для себя на что вы ориентируетесь это не значит что вы будете плагиатить или там передирать да откуда-то но вот если мы посмотрим на там кибер импланты у здесь персонажа до который там на уровне шрамов выглядят и здесь там то мы не можем напрямую взять вот какую-то деталь перенести сюда она будет здесь выглядеть инородным то есть она слишком гипертрофирована слишком увеличен и для себя вот эту разницу важно понимать и перед началом работы будь то диплом или заказа если в тезе например у вас указана это степень стилизации то вы должны очень четко за ней следить это касается и цвета и текстур материалов и вот степень детализации если не указанности вы делаете что-то свое то вы тоже должны понимать что если я делаю мультяшного персонажа то там не нужно его там гипер насыщать какими-то мелкими мелкими деталями это может противоречь либо если где-то у вас там мелкие мелкие детали а в другом например то есть грубо говоря мех у вас на персонажи очень стилизован как вот его усы а какой-то а его там волосы или какая-то другая часть схожая по текстуре каньба хрома будет там супер реалистично то в таком случае визуально ваш персонаж разваливаться вот по времени к сожалению уже мы подошли к концу я на словах сейчас еще скажу то есть вашей задачей будет собрать вот такой референсный лист вы сами можете для себя определить но только не такой скудный как я потому что я много отвлекался на рассказы но в трейла будет приложен пример того как то может и должно быть выглядеть должно выглядеть то есть вы собираете настолько подробно насколько можете и хотите то есть где вы определите например если вы берете персонажа то опять же ориентир по стилистике ориентир по тому какие вам нравятся варианты вот таких персонажей по деталям его если мы есть оружие то пример оружие если есть там характерные какие-то черты там материалы металлами что-то еще то есть по всем деталям чтобы к примеру в дальнейшем у вас было меньше вопросов вывод как бы могли сказать что вот это я хочу как здесь вот это как здесь но при этом вы сделаете это все по-своему вот соответственно также вы можете включить туда например его не не конкретно его на приблизительно его окружение в котором он может находиться либо предмет какой-то характерный для него вот то есть чтобы вас собрался такой мутборд по вот тому что вы хотите сделать возможно вы сразу можете подумать о будущем и применить это в дипломом проекта либо просто потренироваться в такой работе потому что это на самом деле та часть работы который не стоит перенебрегать и очень многие ну то есть все профессиональные художники очень многое уделяют внимание и постоянно делают ну то есть таким образом вы пополняете свою библиотеку вот на сегодня у меня пожалуй все еще я могу ответить на животрепещущие вопросы я немножко затянул по времени но правда у нас перерыв был чуть больше поэтому спрашивайте любого персонажа до любого персонажа вы здесь финальным заданием является именно мутборд мутборд также может быть как бы частью пайплайна продукта его можно точно также утвердить показать например там и заказчику или какому-то своему там арт директору лиду то есть часто это тоже является частью работы когда говорят не рисуй сразу не модель сразу собери нормальные референсы покажи что ты будешь вообще делать вот сможете ли вы в конце персонажем сделать такого персонажа как леприкон с рефа а леприкон имеется вот вот этот или вот тот бегущий 3d шный вот здесь вот этот персонаж нарисованный поэтому то как насколько соответствует трехмерная модель рисунку это немножко отдельный вопрос вообще по поводу дипломных проектов советую вам посмотреть я думаю это полна сайте есть дипломные работы но сделать персонажа полноценного да вы сможете и насколько я знаю там можно делать персонажа можно делать не персонажа это лучше уточнить аккуратно так на тревоге загружать картинку да вы можете загрузить просто картинку не нужно грузить файл пюре вы можете просто потом сохранить это все как картинку чтобы она и не делать ее супер огромный потому что тревога тогда она может не очень ну долго прогружаться mood board mood это смысле настроение board доска да то есть доска которая передает то настроение скажем которое вы хотите то есть например вы задумали какого-то не знаю там мрачное болото с какими-нибудь корягами да и там ведьма живущая на нем то есть вы набираете вот какое-то количество картинок которые передают ту атмосферу которую вы хотите передать либо наоборот там солнечная лужайка и там пушистый зайчик и все это в стиле пиксаровских мультиков да то есть вы соответственно ищите такие вот я забыл об одном сайте который открыл даже себе и и забыл вам о нем рассказать хотя он супер важен он собственно так называется character design references вот обязательно тоже на него зайдите обязательно посмотрите потому что здесь уже есть готовая библиотека вижу лайбры вот в которой уже есть хорошие подборки по стилизации анатомии персонажа а сейчас мы прогрузится короче там и по художникам отдельно и у них есть свои доски на пинтересте очень советую очень советую долго грузится почему-то главное что видно правда вот еще один сайт который стоит стоит зайти вот по анатомии стилизованной разной мужской женской конкретно по лицу ракурсы лица эмоции то есть все вот это вот обязательно нужно смотреть работа мышц губ то есть короче говоря вот вам уже хороший как бы собственно самое главное здесь тоже есть хороший сайт где можно много посмотреть либо если вам в дальнейшем нужно посмотреть то есть обращайтесь сюда особенно за вот такой вот стилизованной мультяшно скажем игровой графикой по части кино здесь нету по моему особенно но поэтому ну и собственно арт-стейшн тоже на арт-стейшн очень много такого супер крутого промо арта ну и концептов тоже тоже стоит смотреть здесь тоже можно есть вкладки по части там концепции персонажей так далее то есть здесь опять же есть возможность создавать свои библиотеки не в общем не забывайте об этом так так если вопросов больше нет то мы можем прощаться борт обязательно кому-то персонажа может быть человек животное не предмет это может быть даже предмет штука в том что чтобы вы не начинали делать если у вас нет конкретного вот концепта до который вам передали вам стоит вот продумать как собственно с трубкой или цилиндром вы можете найти миллион разных вариантов цилиндров вы можете найти разные ткани из которых они могут быть на этих цилиндрах могут быть интересные детали на этом то есть любой объект может быть и грубо говоря предметом искусства до предметом вот этого самого research и поиска референсы поэтому если вам не хочется делать персонаж вы можете взять машину вот представьте что вам нужно замоделить какой-то объект и его же по сути придумать у вас нет концепта у вас нет готового чертежа и вы хотите сами себе его придумайте и найдите то количество референсов которые вы сможете максимально точных чтобы не было вот просто разброса разных машин например там машина какая-нибудь ретро это мы 60-х годов но при этом мультяшная но при этом состарившиеся там и при этом желтая да и при этом французская вот как бы обозначить и себе на словах хотя бы там 35 пунктов ее максимально характерных черт того предмета или того персонажа или той локации или и локации персонажа и от них тогда уже пишите то есть не просто вот что-то вот что-то уникального персонажа не уникального но смотрите уникального персонажа отличает то что вы как правило да вы можете его описать буквально двумя-тремя словами и у него есть какие-то вот очень характерные черты за которые цепляется глаз это там и силуэт понятное дело что здесь важно каком мы говорим о литературном персонажи и кино персонажа тогда об игровом потому что чем сложнее ну там допустим в кино персонаж может выглядеть незрачным на проявлять себя там через диалоги и поступки да в гретом функционал персонажа намного сужается это просто тем человечек который бегает стреляет но например вы можете четко ну вот даже если закрыл я уже тот же самый overwatch закрыт то есть грубо говоря я могу сказать что там это кибер горилла это кибер ангел это кибер рыцарь это кибер гном это кибер смертно потому что они все такие киберпанка мы то есть все персонажи очень характерные отличаются у них у всех есть своя цветовая кодировка и вы можете буквально двумя-тремя словами сказать вот этот такой высокий злой черный там до похоже на смерть и понятная что он не один во всем мире такой да но может быть вообще персонаж безликий например какой-то там ну скажем так рандомный и это тоже на самом деле неплохо потому что персонажи могут быть второстепенные могут быть главные да и возможно задача персонажа быть просто массовкой тогда он и должен быть без неким должен просто каким-то там офисным например работником который будет на заднем плане так но я вижу что больше вопросов особенных нет возник вопрос английский насколько важно стоит учить в каком направлении английский важно знать и учить особенно если вы хотите ну то есть не особенно если вы хотите работать дальше каких-то западных заказчиков то само собой он вам нужен но и на каком-то очень базовом уровне чтобы понимать интерфейс программы например которую вы будете учить до или послушать какой-нибудь там туториал по интересующей вас теме то есть английский это всегда большой бонус целом конечно наше время его нужно знать ну хотя бы на круто минимально школьном уровне чтобы вы просто понимали там общий смысл предложений а для дальнейшего развития конечно лучше его прокачивать хорошо потому что в какой-то момент у вас может возникнуть ситуация когда именно из-за незнания английского можете круто интересно потерять задание так можем и мы так это было я перечитаю последних так спасибо очень познавательно и вам спасибо что дослушали что скажете насчет игровой индустрии на востоке востоку чем растяжимое понятие китай с японии тоже на востоке находится там тоже находится на востоке поэтому восток разные игры там разные свечи японии японии делают игры разные крутые да и колец ну короче примерно так же как и везде так же как и на западе можно сказать где-то делают крутые где-то и делают культовые это не делают никаких в общем на сегодня у меня все всем большое спасибо надеюсь кто-то узнал что-то новое надеюсь что то вы будете использовать из того что я рассказывал и это вам пригодится в дальнейшем обучение вот так же еще раз напомню про те несколько буквально сайтов про которые сегодня говорил even lines library бежал лайбрари характер дизайн артист твой референс но само собой арт-стейшн пинтерест скачайте себе перерыв тоже не лишние штука может быть полезно и в общем расширять свою визуальную библиотеку и смотрите внимательно на разные вещи вокруг вас не только через мониторную городе там тоже очень много интересного если вы будете подмечать как что устроено вам это будет помогать дальнейшем поэтому до хорошего вам интересного пути старайтесь выполнять задание не накапливайте долгов и в общем желаю вам хорошего старта и удачи вот отдайте на них ссылку в трейла дадим ссылки на те полезные сайты которые о которых сегодня шла речь до пюре в принципе ну ссылки дадим но на самом деле все что рассказывала но как правило это первая ссылка в строке поиска на это очень популярны часто используем вещи в общем всем еще раз большое спасибо всем пока и спасибо за такую активность в чате и вопросы все до свидания на сегодня лекция окончена и и и Продолжение следует...